и снова всем здорово друзья мои снова я в гараже снова я при свете при искусственном свете у меня беркут сделал вот такой вот импровизированный защитный чехол чтобы не летел короче не летела всякая трехомудень от этой как она называется блин вот это там вот зацеплялась видите сколько грязи ну не грязь это не грязь это мазут это летом бы ездить да была бы грязь даже как-то поднатянута цепочка зачем так поднатянута непонятно же единственный минус при таком раскладе это всегда масляный вот этот вот диск тормозной и тормоза не очень хорошая в принципе тормоза достаточны но не очень хорошие так сегодня что у нас на обзоре распаковка пришла мне вот такая коробочка распаковываем с вами вместе а там потом просто друзья мы все почему все потому что карбюратор я уже достал так карбюратор pz32 сейчас я вам знаете что сразу же сходу покажу в ходу покажу что я прикупил для установки этого карбюратора так кстати подшипники купил вот такие носки видно это два двести пятых и один двести четвертый так я короче прикупил вот такие вот штуки знаете сейчас знаете сделала ставим вот так вот у вас чтобы вы были в курсе событий все как говорится от первого лица купил два вот таких вот переходника класс здесь все подходит видите и отверстия совпадают как же блин прижать то вот так видите и отверстия совпадают шайбочки просто побольше внутри диаметр 32 миллиметра так дальше что у нас вот эта часть эту часть мы совокупаем совокупление сделаем затем затем сюда вставится трубка в это все соединиться и вот так вот оденется на как он называется вот на ту херню короче ну вот эта херня короче которая зваться двигателя ланчин двигателя ланчин да забыл как называться а скорее всего скорее всего не подойдет не подойдут вот эти вот отверстия соосность не соосность соусность не соусность как называться я вот не помню там по моему и у них у шпилек есть смещение но я чё думаю я аккуратненько вот здесь вот так вот подработаю чтобы туда вход то был короче бензика до немножечко можно здесь сместить вот эти вот отверстия сверлом подмись под снести это сместить кверху я думаю вот нормально здесь так сразу же скажу карбюратор я брал на вал берисе что-то в пределах 1700 рублей эти штуки я брал в ешкарле 100 рублей штучка взял 2 ну видите как бы не знаю у меня вот и хомутики хомутики я забыл сюда взять но я сейчас поищу трубу у меня еще и трубы так сказать говоря не на 30 на 32 внутренним диаметром чтобы сделать все что было чики-пики чтобы у меня короче беркут на пятки летал ладно короче шибко так алексей юрьевич ты не то не того но хочется все давайте сейчас я штатный карбюратор снимаю штатный карбюратор снимаю и будем устанавливать замеры скорости а кстати говоря в предыдущем ролике я установил вот сюда вот успокоитель никакой разницы я не ощутил может быть не знаю я не ощутил разницы вот такое ощущение что меньше ставил ли выть пост стали быть подшипники может быть у меня недостаточно смазывался подшипника 204 фиг знает может где-то что-то короче я подшевелил и не знаю вроде ничего такого короче нет все давайте друзья сейчас я снимаю воздухан снимаю воздухан убираю все тросики кстати тросики а тоже где-то для него докупил где а вот вот такой тросик я докупил но надо будет сюда делать наверное гаечку расклепаю чтобы сюда вот в газульку то газулька у меня виде как сделано регулятор оборотов я убирать ничего не буду все это пусть болтается на месте ничему не миша не будет не должно ничему мешаться все сейчас я да вот в ручку вот сюда вот сюда в ручку надо будет наверно расклепанную гаечку делать чуть придумаем друзья все вам покажу так друзья карбюратор снял шпильки выкручиваются для тех кто не знает для тех кто не знаю выкручиваются вообще в леготу закручиваются две гаечки затягиваются между собой и спокойненько шпилька после этого выкручиваются с удовольствием самое главное ее не выкрутить вместе с резьбой вот сейчас вот единственный момент надо будет посмотреть вот такое ощущение что они как бы туда немного уходит вот это вот эта вот штука короче блин ее наверное придется убирать ее придется убирать мне так не хочется убирать ее блин вот эту вот проставку потому что честно говоря честно говоря у меня некуда вот этот ставить питание ну питание насоса вот чем дело ох 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 ну ладно так левой рукой левой крутить левой рукой крутить неудобно поэтому поэтому все так произошло так смотрите какая фигня друзья короче этот карбюратор этот карбюратор встает на свои же родные шпильки но сейчас я вам видео в каком положении не в горизонтальном вот будет он работать вне горизонтальне в горизонтальном положении или нет вопрос да а по-другому по-другому здесь тяга не даст по-другому поставить вот это да вот это фокус мокус телепокус но я поставил на свою родную эту как она называется проставку я еще не прокладку порвал чудо из голливуда поставил каким образом здесь отверстие на 6 здесь шпильки на 8 в блоке я взял вот такие вот переходные шпильки но они короткие понимаете в чем дело надо переходную шпильку длинную чтобы вот здесь вот было вот до сих пор было на 8 еще вот под этот проход проставку на 8 чтобы было шпилька короче удлиненную шпильку на 8 и в конце резьба вот вот эта часть и устраивает на 8 на вот такую длинную опять же вопрос будет ли это все хозяйство работать при таком при таком раскладе что карбюратор будет стоять не горизонтально по идее по идее вот как он мне подсказывает мое здравомыслие это вообще пофиг потому что у меня стоит насос он все равно нагнетает топлива 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 все равно будет уровень ну там даже вот больше уровня правильно не знаю насчет насчет проставочки урони еще алексей юрьевич да есть такая вот ураловская проставка но я ее не нашел я ее поставлю вот эту вот часть залью герметиком вот часть герметиком залью да здесь у нас больше никаких отверстий нет здесь вот прокладку нарушил жалко сейчас поеду в магазин может быть найду и знаете что еще вот здесь отверстие наверно на 30 не на 30 может даже меньше я его подровняю все равно подровняю под карбюратор где чего вот здесь то отверстие большое сейчас я штангель найду 5 сек так смотрите тут отверстие на 32 вот в вот это вот отверстие на 32 вот здесь с одной стороны отверстие на 32 с другой стороны на 28 здесь меньше получается получается стоит карбюратор то 28 так получается вот это штучки сюда ставятся вообще идеально может быть надо все таки знаете чё на поискать трубу поискать трубу чтобы их соединить где у меня вторая то вы их вот так вот соединить и посмотреть вот так вот чтобы карбюратор то стоял до ну и рукой вообще не удобно к друзей работать сейчас подождите нифига не получится видите он на тягу стоит с таким длинным переходом переходником ничего не выйдет надо переходник либо точить самому делать либо как-то так нет ну а чё если смысл какой смысл вот смысла нет надо все равно делать какой-то переходник вот это фокус мокус телепокус получился еще и прокладку порвал ядрить колотить блин зачем она так пригорела я сейчас поеду в пять часов поеду в магазин так прокладку то спрошу может быть у них есть прокладка и не знаете еще чё ну в стандартной проставки если что если что может быть я увеличить отверстие то я конечно не увеличу напильником под этот под карбюратор под подай подгоню до подгоню под карбюра может пока не буду сейчас посмотрим все поприкину поприкину короче может вообще все на место поставлю все что стандартное родное и поезжу пока на этом карбюраторе потому что тут что-то тут короче это надо вот все думать мудрить реверс редуктор не на месте было бы как на азимуте был бы другой разговор совершенно на азимуте двигатель развернутый все визжали верещали что в реверс воет на азимуте да все там нормально блин ядрить колотить здесь тоже шума-то отцепей-то хватает как не знаю чё блин шабар котнёк какой стоит вот и собака друзья так друзья сгонял в магазин сгонял в магазин прокладку нашел в таком наборе набор прогладок 182 f прокладочка прям под карбюратор были идеально подходит взял вот такие вот шпильки но шпильки у меня друзья на 8 придется рассверливать карбюратор и вот эта шпилька такая же была длинная вот столько вот отпилил вот столько отпилил стала короткая для чего блин сам хрен зная все короче куда дел эту как она называется а вот она проставка так смотрите что получается вот этого штука одеваться у нас вот эта штука одеваться у нас вот так вот да так сейчас я насчет соосности насчет соосности сейчас скажу сейчас скажу все что думаю смотрите вот здесь вот эти шпильки вот эти шпильки относительно вот этого отверстия они равномерные понимаете там все гладенько я просто-напросто вот это вот вот это отверстие расточу под пз-32 под такую дыру расточу напильником аккуратненько и у меня больше чики-пики и никакого и и она уже это короче сама по себе вот это вот она являться будет переходом здесь ровно все три вот эти отверстия между собой когда снимаешь получается вот это отверстие она не соосно с этими неравномерно она отпущена вниз вот и все ё-моё блин не надо было ничего лишнего покупать просто-напросто вот эту вот херню и у меня смотрите что получили получится я карбюраторе вот здесь в карбюраторе придется просверлить отверстие на 8 я их я его вот так вот примастыриваю и у меня вот в таком положении ничему не будет мешать вот с этой вот с этой проставкой ничему не будут мешать да вот он стоять немного кривовато да и похер или пофиг скорее всего скорее всего пофиг друзья не по и тем более у меня здесь уже и штуцерок есть это я место все залью герметиком залью герметиком поставлю прокладку вот она у меня вот эта прокладочка нет не эту прокладку другую я возьму из набора возьму вот эту вот большую подкорректирую и чтобы она была у меня подпозит 32 все сейчас я шпильку укорачиваю вот этот еще одну до укорачиваю закручиваю блин а тут я уже закрутил на бы здесь обработать ножом аж крябать старую прокладку видите она лопнула зараза такая болен подвела меня в самый такой в самый ответственный момент так ну вот смотрите друзья чего у меня получилось ухо я отрезал только с одной стороны вот это вот короче специально обученным сверлом просверлил отверстия вот эти вот здесь на 8 здесь тоже на 8 просверлил но вот так получилось не аккуратно почему с одной стороны только потому что какая-то вот шарошка было немножечко не специально обучена поэтому короче она вот но отверстие вот так вот подошло не знаю как вам показать да наверно наверно никак не покажу наверное никак не покажу совместил я отверстия вот так вот да вот так вот совместил отверстия ну и вот пз-32 не получилось сделать но здесь короче вот это вот отверстие получилось сделать на 30 не знаю буду подыскивать короче тут он тоже приступочек такой получился я говорю шарошка она вроде бы обучена но не до конца какая-то вот какая-то короче не до конца обучена шарошка была шакар шакар короче шакар шакар не не делала под путем сейчас я здесь герметик залью герметиком он подсохнет и уже одену прокладку а может даже сразу же герметика сюда на налью да и прокладку поставлю прокладку выберу вот из тех этих прокладочек тут в принципе есть колечко колечко но прокладка она все-таки не помешает я так думаю шпилек не было других вот были вы шпильки такие вот длинные с переходом на 6 было бы вообще классно но таких шпилек нет магазине ну тут еще придется короче помудрить с этим ой как он называется с тросиком газа с тросиком газа и придется еще в будущем помудрить с этой заслонкой посмотрим как было запускаться в принципе капот сейчас открываться как бы не очень сложно может быть просто капот открою запущусь там видно будет а еще шланг посмотреть есть не есть у меня по длине шланг этого шланга не хватит потому что на карбюраторе с другой стороны подача топлива так что вот и друзья на карбюраторе нет как он называется нет крепления под тросик нет крепления под тросик этого заслонки так ну что друзья специально обученным феном таким вот так вот накачал я короче он накачал говорю отогрел вот эту штуку она костяная вся не знаю накачалась не накачалась бензик оттуда карбюратор я не вскрывал жикрел жикрел я не проверял если чё сейчас так ну чё а вот так к верху надо сделать так газу я не подсоединил пробуем по ходу дела нету этого бензик не накачался как мне тут скрыть давайте сейчас камера то еще пишет батарейка-то не села давайте сейчас я накачаю бензика до накачаю бензина и включить так друзья я уже накачал бензик и запустил очень извиняюсь что без вас но короче надо газовать надо жать газульку видите он запускается но блин давайте знаете как вот сюда вот я поставлю камеру чтобы вам видно было это открыто надо регулировать холостой ход надо регулировать холостой ход надо подключать газульку нефиг тут ерундой маяться сейчас я тросик этот вытащу старый вот он каким-то образом вот так вот вытаскивается но вот такой-то штуки у меня нету видите в чем дело так что вот хрен знает еще тут как еще хрен знает как вытащить то ли во льду все то ли в то ли во льду то ли в лёде сейчас все сделаю друзья и заведусь и включусь ну что друзья немножечко отрегулировал обороты идет все равно какой-то отстрел в глушитель набирает обороты нормально вроде так в этот подсох нам уже сейчас не нужен будет так я прокачусь и все это лишнее уберу воздушный фильтр пока ставить не буду так обороты сейчас не вставали стоять а вот я сейчас знаете что я прямо сейчас прокачусь и уже включусь вам расскажу как все есть ну что друзья прокатился я короче на карбюраторе PZ32 кроме как потраченных денег я ничего не ощутил никакой разницы что на том карбюраторе 4000 оборотов что на этом 4000 оборотов он вроде бы вот об этом же никто никогда не говорит что ни хера блин скорости не увеличиваться все же как я вот сколько смотрел роликов да погазует на месте на холостую блин до 6000 оборотов на ПВК до 7000 оборотов ну там до пяти с половиной на К-62 там блин я не знаю 6000 оборотов на PZ30 блин пять с половиной на 100 и К-62 все это бредятина короче ни хера вот мотор 20 колончин поставил PZ32 я не знаю может быть на что-то там с жиклерами мудрить а я вот это вообще дело не люблю всякое мудрение с жиклерами нафига мне это надо е-мое блин вот я ох это только только потраченные деньги ех макарёх ну ладно ну газулька да газулька легкая газулька легче стало но она точно так же как на этом когда у меня вот здесь вот тросик то был она точно так же легко нажималась газулька так что вот даже знаете даже стало немножко хуже хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе с вот это да единственный плюс он за чудо у меня друзья все батарейки оказывался подсевшие в камере не знаю на чем за на чем села батарейка но прокатился я короче на этом курбуляторе кроме ощущения потраченных денег я ничего не испытал честно говорю короче среднем на средних оборотах как-то он вообще не прет выдает что на том карбюраторе 4000 он у меня выдал на этом 4000 больше не выдает единственное вот наверное сейчас запускаться он будет холодный ну вот я только что запускать до видео запускается холодный горячий запускается без подсоса и вот смотри я че еще обнаружил это вот я резко дал газу смотрите туда смотрите я плавно даю газ он работает нормально даю резко он глохнет но зато у меня поза 32 друзья мои сейчас попрет какой нахер попрет он у меня точно так же он у меня на том карбюраторе ехал даже лучше юма и ну чё такое вот объясните мне по-братски вот когда даю газу плавненько разливает обороты нормально но стреляет в глушитель и конкретно газу вот сейчас видите когда все он сразу заглох почему так что-то короче со смесью не ладно да ё-моё блин мне еще теперь карбюраторы регулировать а тут же вообще никуда не подлезешь там вот еще какой-то винтик снизу есть тут регулировка то что получается вот это вот регулировка вот она регулируется холостой ход и больше я никаких регулировок на карбюраторе не вижу резко даешь газу он глохнет там видно заслонку то но заслонка открывается полностью до базара нет чуть чуть не полностью как бы это это вообще ерунде ерунда как бы там мелочи не знаю заводится до запускается горячий без всякого подсоса ничего не на выдергивать вообще классно вот это мне понравилось позорами вот смотрите видите ну заглох друзья пришлось короче дозаписывать ролик на телефон так я не знаю там все батарейки короче у меня сели в камере хер знает я же думал как pz32 куплю буду блин летать на нем вообще блин супер-бупер да хера лысого я не знаю может на было пвк про может еще чё-нибудь другое на было брать не знаю ну вот что то я вот так думал что pz32 и блин и под нормально пойдет нифига не пошло так чё же дальше чё же еще хотел сказать пока пока в телефоне батарейка нанесила еще короче наверно придется жиклёрами что-то жиклёры менять а это я вообще был я же я же думал как я поставлю pz32 он же лучше чем pz30 на 2 миллиметра у него хайло больше правильно на если у него и жиклёры должен быть больше нафига мне вот эти вот заморочки нафига мне вот эти вот проблемы лишние я хочу чтобы поставить и ездить анимается блин ерундой юрик макарюрик ладно все на этом короче ролик закончим pz32 к карбюратором я разочарован разочарован тем что я его поставил и нихера он не едет он едет даже хуже чем на стандартном карбюраторе не знаю может быть там поменяются жиклёр и он поедет ну не знаю не знаю я думал будет лучше честно говоря знаете как вот в роликах да в роликах всегда же там поставить pz30 блин газонет 5 500 выдает оборотов все мне будет там понятно что я на этой мото собаке не буду ездить с такими оборотами да ты никогда не может ездить с такими оборотами ё-моё да ё-моё чё ты еще блин ужин короче в зубах застрял друзья мои ладно не будем короче расстраиваться попробуем поднастроить его нам наверное немножко если получится а не получится куда-нибудь сунем его да и все поставлю я обратно свой свой карбюратор благо то что ничего я здесь не убирал ничего не отрезал ничего не переделывал единственное то что она под поменять не поменять а тросик я вытащил из обоймы и он видите какой размашистый и наоборот обрезать укорачивать потому что он короче суть не в этом суть в том что если вы если вы ставите карбюратор pz32 или ема что-то еще пришло блин на телефон короче вас ждет разочарование честное слово я не знаю может там на были на самом деле что-то регулировать контролировать ну не знаю новый карбюратор чего регулировать поставил завел поехал все погнал нахер жиклеры не уже pz32 он же рассчитан на такие мощные двигателя как вот это на максимально мощные двигателя я так думаю ладно всем вот этим обзорщиком которые говорят что вот там хоп поставил и поехал ни хера короче я друзья честно говорю я разочарован болен прям йог макарёк фигня полная ну я не знаю может я что-то в чем-то виноват напишите напишите может быть надо иглу поднять может надо ее отпустить хер знает я с этими карбюраторами бы вообще прям вот от слова совсем блин давным-давно не это не копошился все давайте на этом закончим всем счастливого пути всем удачной дороги всем пока